Приветствую вас на своем канале Русский на Канар. В этом видео, как я уже обещала, будем говорить о той помощи, которую будет оказывать государство тем людям, которые пострадали от извержения вулкана и потеряли свои дома, потеряли свою работу. Так что обязательно смотрите это видео до конца, пишите свои комментарии, ставьте свои лайки. Продолжение следует... В этом заявлении Ангель Виктор Торрес отметил, что сумма компенсации за потерю удваивается, так как раньше была одобрена правительством другая сумма помощи, 15 тысяч евро. То есть сейчас, согласно новому пакету, эта помощь будет предоставляться в размере 30 тысяч евро за жилье. А также пострадавшие могут получить дополнительную помощь от государства в качестве страхования, которое было одобрено в размере 10,5 миллионов евро, если они потеряли свое единственное имущество. Также многие спрашивали в своих комментариях, в других видео, о том, страхуют ли здесь канарцы свои дома. Конечно, многие люди страхуют, но это делают, к сожалению, не все, по разным причинам. Какие именно, я не могу сказать, но я спрашивала у многих, мне сказали, что не все страхуют дома. Поэтому те, кто застраховал свои дома, естественно, получат компенсацию за их утерю под лавой согласно своему страховому полису. Это тоже зависит от того страхового полиса, который они заключали со страховой организацией. А те, кто не застраховал свои дома, не получат от страховых организаций ничего. Им остается только надеяться на эти компенсации в 30 тысяч евро, которые будет давать государство, плюс еще дополнительные виды помощи. Торрес также подчеркнул, что согласно нового королевского указа, предусмотрен конкретный план помощи для жителей острова Ла Пальмы, который был одобрен в размере 63 миллионов евро. В связи с тем, что есть семьи, которые потеряли все свои экономические ресурсы из-за того, что лава похоронила не только их дома, но также и их источник дохода. Например, может быть, вы уже заметили, что многие рядом с домами имели банановые плантации, так как на Канарах очень подходящий климат для выращивания бананов. То есть, получается, был похоронен дом под лавой, похоронена эта плантация, и, соответственно, люди остались и без домов, и без источников доходов, и без работы. Поэтому будет оказана такая помощь. Также председатель правительства сообщил о том, что в четверг, то есть вчера, это должно было быть, будет проведен совет директоров в Иссокам, чтобы приобрести первые дома на острове Ла Пальма для тех людей, кто пострадал от извержения вулкана. То есть, правительство намерено еще покупать дома, то есть, есть какие-то дома, может быть, пустующие, которые не используются, или, может быть, какие-то недостроенные дома, то есть, они их будут выкупать для тех, кто не имеет сейчас никакого дома для того, чтобы поселить их туда. Ну вот, я вам рассказала об этом новом пакете помощи, который предусмотрен государством, что собирается делать правительство Канарских островов и правительство Испании для тех, кто пострадал. Спасибо вам, что вы поддерживаете наш канал своими лайками, своими комментариями. Всем спасибо большое. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Кто-то пишет сочувственные комментарии, слова поддержки, кто-то пишет, конечно, критику в наш адрес. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok